МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках программы «Наблюдатель» мы уже такую серию программ осуществили, говоря о том, как работает наше сознание, как работает наш мозг. Но говорим мы об этом не только с точки зрения физиологии, не только с точки зрения биологии, но прежде всего со стороны наших культурных вопросов. И вот сегодня мы хотели бы подумать о том, как мы запоминаем, как формируется наша память, какие вещи откладываются в ней в первую очередь, как вытаскивать из глубин памяти то, что нам интересно. И, наконец, не является ли культура именно нашей памятью? Вот в рамках этих полярных вопросов и будет строиться наш сегодняшний разговор. Трудно мне было произнести это введение. Татьяна Владимировна Чермиговская, начиная представлять тебя своих гостей. Но ничего, я выпуталась. Ой, потрясающе. Я просто завидую. Как это вы? Нет, ну просто уж не такие простые темы. Мы сегодня будем обсуждать в частности с доктором филологических и доктором биологических наук Татьяной Владимировной Черниговской, психолингвист, профессор Санкт-Петербургского университета, заведующий лабораторией когнитивных исследований и кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук Санкт-Петербургского университета и добрым другом нашей программы. Вот так я еще могу сказать. Наверняка зрители телеканала «Культура» знают еще и чудесные фильмы, которые Татьяна Владимировна делала для нашего канала. Двигаемся дальше. Спасибо. Вадим Леонидович Ушаков. Здравствуйте. Нейробиолог, ведущий научный сотрудник отдела нейрокогнитивных технологий. Дальше я не запомнила. Очень длинное название ваше тоже. Можно? Вот она, память подводим. Давайте проще. Ведущий научный сотрудник Ницкого-Курчатского института. Да. И Юрьевич Александров. Здрасте, Юрьевич. Психолог, нейрофизиолог, доктор психологических наук, заведующий лабораторией психофизиологии имени Швыркова института психологии Российской Академии Наук. Начнем как раз с той памяти, которая подвела меня в определении, в точной формулировке названия вашей лаборатории. Организации. Да, скажите, пожалуйста, есть ли, вот есть такое представление, что гуманитарии вообще не, что гуманитарии и, скажем, люди, которые занимаются техническими науками, что это разный тип памяти, что мы помним в общем, я примерно помню, чем вы занимаетесь, а вот люди с техническим складом ума гораздо внимательнее к деталям. Это правда или ерунда? Я думаю, что ерунда. Потому что я-то начать программу с полной ерунды. Мы такие люди, да. Я имею в виду, что, мне кажется, и я думаю, что мои коллеги согласятся с этим, что и то, и то есть у разных людей, и это со специальностью. Если и связано, то в случае, если человеку повезло себя хорошо узнать вовремя, и он подобрал себе соответствующую специальность, потому что вот люди, которые помнят разные детали, алгоритмы и так далее, они совсем не обязательно инженеры. Они могут быть, например, это может быть шеф-повар какого-нибудь чудесного ресторана, который помнит все эти штучки. То есть моя мысль сводится к тому, что я не думаю, что это связано со специальностью таким прямым образом. Может повезти, и оно совпадет. Мы вообще это проверяли. А, ну да. О, конечно. Значит, я просто сидел и судорожно пытался вспомнить, и что же у нас получилось. Я надеюсь, что... Это к вопросу о памяти. Да, к вопросу о памяти. Сапожники с сапогами. Но, значит, из общих соображений, я думаю, что если я не помню точно, то это значит, не было яркого результата и особой разницы не было. Мы действительно сравнивали гуманитариев и естественников. И сравнивали мы их вот к какому критерию. И кто из них, простите за термины, холист, а кто аналитик. То есть холист – это тот, кто мыслит целостно и запоминает целые куски, и аналитики запоминают детали. Вот. И есть специальные тесты на холизм и аналитизм. И вообще это имеет... Вот это вот разделение, о котором я сейчас сказал, имеет огромное значение для кросс-культурных сравнений. Потому что культуры делятся по превалированию людей с типом холистическим и аналитическим. Ну так вот, и мы пытаемся сравнить эти профессии. Насколько я помню, у нас не было достоверных различий. Так что ты права совершенно. Во всяком случае, у нас не получилось. Ну это, наверное, зависит от того, в какой области мы хотим запомнить информацию. Потому что если мы нейробиологи, любая информация с точки зрения нейробиологии, мы будем разбирать по деталям, скорее всего. Потому что мы это понимаем, мы какие-то вещи уже знаем. Есть у каждого свой индивидуальный опыт. И мы новые кирпичики знаний укладываем в тот опыт, который у нас есть. Если мы сталкиваемся с какой-то другой сферой, допустим, деятельности, где мы не такие сведущие, допустим, в области балета. Я, допустим, кроме того, что я увидел, я не знаю детали, какие там движения. Я воспринимаю в общем. То есть если мне прочитать лекцию на тему балета, наверное, это запомнить какие-то общие факты. Но на кирпичики разбивать уже, наверное, там не буду. Просто вот та информация, с которой мы сталкиваемся, это как бы столкновение нашего индивидуального опыта, приобретенного, и нового, который мы стараемся обработать. Хорошо. Тогда чего зависит... Есть наверняка разные типы запоминаний вообще, укладки информации в наши... Как это? Кто-то говорил, губка, пропитанная кровью. Кто-то из американских писателей сказал, вот в этой губке. Зависит ли это... Куртова не гуд, по-моему. Зависит ли это от пола? Зависит ли это от возраста? Наверняка зависит. И, наконец, вот мы потихоньку и к разным культурам, что тоже накопленная память, подойдем. Есть ли какие-то здесь в этом отношении категории ясные, да? От пола, я думаю, не зависит никак, потому что сколько хочешь мы увидим женщин с очень... Ну, как принято в бытовом сознании говорить, с жестким таким мужским характером, и сколько хочешь истеричных, слабых и таких мягких, в хорошем или в плохом смысле слова, мужчин. Так что эту бы линию я точно не проводила. А вот... А вот сейчас Томас Эллиот пишет. Мужчины живут забыванием, женщины памятью. Ну, красиво он поэту. Красиво, конечно. Красиво. Вот так ли это встает в вопрос? Я в этой связи, вот продолжая то, что Ирёщ говорит, вспомнила бы вот что. Это к вопросу о специальностях и неспециальностях. Вот я последнее время готовлюсь к определенному выступлению, вдруг стало совершенно неизвестно зачем читать письма Эйнштейна и всякие его заметки. Вот, и там очень интересные вещи. Ну, как всем известно, Эйнштейн играл на скрипке. Играл он чудовищно, судя по всему. Встает вопрос, зачем играл. И вот когда читаешь, так же как Шерлок Холмс, так сказать, виртуальный чудный персонаж. Вот зачем они играли? Вот меня интересует такой вопрос. Вот когда ты читаешь Эйнштейна, а он физик, как ни крути, а не лирик, он пишет, ну там по-английски это было «I live in music», «I think in music». Понимаете, как я живу музыкой, я думаю музыкой даже, я бы так сказала. Ничего себе, а физик это мы не ждем. Вот если продолжать вашу линию насчет нейронов, то он должен эти штучки, вот ковырять эти штучки. Но когда дело выходит на очень крупного мыслителя, на гения, прямо скажем, то я думаю, не знаю, согласен ты со мной или нет, разбивается эта вся история. Потому что самые-то те, которые нашу цивилизацию устроили, и цивилизация это память человечества всего, это память планеты. Вот все эти люди вот этим правилам как раз не подчинялись. То есть тот, от которого ты ждешь, то он будет, ну условно говоря, инженер, который вот хорошо знает, из чего это собрано. Он оказывается совсем вот холистичным таким, он говорит, я в музыке живу. Это не потому, что музыка для него отвлечение от серьезного дела. Это его реальная жизнь. Таких людей много. Когда я думаю, много из этих. Я имею в виду, когда я думаю про, скажем, Шарлока Холмса, почему он начинает этот кошмар этот издавать. Я, да, я, у меня, моя версия такая. Это переключение мозга, вот это уже серьезно, это переключение мозга на другой регистр, на другой режим работы вообще. Та же самая задача другими инструментами. Она вообще по-другому делается. И это как бы что-то вроде Камертона, который, свитч такой, переключаем на другое. И там думаем не так, как нам полагается по выученному в школе, там в университете или еще где-то. Если А плюс В, то С. Не А, не Б, не С. А вот что-то это наплывает такое. И вот наплыло, и вот получите вам Эйнштейна или Менделеева или там Нильса Бора. Подождите, про Менделеева это другая история про то, что думать бодрствуя, думая Василию. Но это примерно, это близко. Или думать, когда он что, сапоги, он чемоданы делал? Он чемоданы любил делать. Это тоже интересная вещь, кстати. А это не связано с тем, что делать чемоданы или шить сапоги, как Лев Толстой, это прямая очень такая мелкая вообще шитье, моторная работа, которая, как вы говорите, я имею в виду не вы лично, а физиологи и психологи, очень связана с тем, что происходит здесь. Вы хотели добавить. Да, я хотел добавить, у меня в комнате моей, в кабинете, висит цитата из Селье. Может быть, я напомню тем, кто не знает, это лауреат Нобелевский премии, тот, кто описал стресс, адаптационный синдром и нашел общее для всех видов стресса. В общем, один из великих ученых. Цитата вот какая, что вообще считается, что формальная логика, детальное мышление и математика совершенно необходима для медика и биолога. На самом деле я так не думаю, потому что необходимо как раз совсем другое для реальных свершений. И это другое интуитивное, и он этого слова не говорит, но по описанию понятно, холистическое мышление. И это не только биологи, физики говорили, причем очень известные, что для того, чтобы анализировать данные и для того, чтобы собирать эти данные, нужно скрупулезное аналитическое мышление. Но для того, чтобы формулировать идеи, для того, чтобы понять эти данные, нужно совсем другие вещи на интуитивном уровне. И это опять вот имеет отношение к холизму и к целостному восприятию, восприятию кусочками. Я хочу сейчас вот сказать, в двух словах объяснить, как это связано с запоминанием. Это на самом деле, это разные типы мышления. Это разные типы людей и разные типы мышления. Конечно, люди в одной ситуации могут мыслить чуть более аналитично, в другой чуть более холистично, но в принципе, если вы, скажем так, определяете тип персонажа, то этот персонаж оказывается либо мыслящим в большей степени так, либо так. Эти люди... Это свойство человека? Это свойство человека... Это свойство физиологического человека или свойство его жизни? Сейчас объясню. Это свойство человека, живущего в определенной культуре. Это свойство человека, живущего в определенной части страны. В одной части страны мысль больше так, в другой части так. Вот об этом мы сейчас поподробнее поговорим. Это свойство определенной профессии для людей, живущих в этой стране или в другой части страны. Но я все-таки хочу сказать, как это выглядит. Вот человек, который мыслит холистично, и в частности, эти эксперименты были проведены на китайцах и американцах. Китайцы – это люди, которые мыслят в большей степени холистично, а американцы… То есть обобщенно так. Да, американцы. Это вообще разные типы мышления. Скажем, началось это различие, уже видно, при сравнении Древней Греции и Китая. И это различие сохранилось между Западной Европой, между западными культурами и незападными культурами до сих пор. Но проявляется оно по-разному, так как я вам сказал, даже для разных частей страны по-разному. Но об этом можно отдельно сказать. Ну вот, как это выглядит? Вот эти китайцы, когда они смотрят на объект, вот они должны изучить объект. Например, вы меня просите описать этот стакан. И вы смотрите, как у меня двигаются глаза, когда я описываю этот стакан. Да, это есть такая техника, мы все с ней работаем, так называемая «ай-трекинг» техника. То есть это приборы, недешёвые, которые следят за микродвижениями глаз в то время, когда вы рассматриваете что бы то ни было. Текст читаете. То есть вы тут ставите такую матрицу? Нет, мы ставим… Нет, мы… А, вы сюда же дача… Нет, нет, там ставится видеокамера и излучатель в инфракрасном диапазоне. Инфракрасный излучатель на сетчатку глаза, на зрачок даёт излучение, но отражается, а видеокамера тогда хорошо видит наш зрачок. И вот по направлению зрачка, как мы поворачиваем глазами, она может потом высчитать точку пространства, программу высчитывает. Куда был направлен взгляд человек? Вы точно знаете… И вы это соединяете с этим стаканом. Мы точно знаем, что он рассматривал, и тогда мы можем здесь получить точки фиксации вот этих, о чём говорил Татьяна Владимировна, взгляда в конкретный момент времени. Что конкретно рассматривал, как рассматривал. Если у вас при этом есть вербальный ответ, вы можете связать вербальный ответ, о чём говорит человек, и реально на что смотрели его глаза, когда он об этом рассказал. Это, кстати… Тут интереснее рассматривать не стакан, а, например… Картины можно… Или лицо противоположного пола. Да. Это всё исследовано, не даём Александру уговорить. Да, давайте дадим вам возможность. Нет, а я с интересом слушаю, обсудим методики, да, но можно я договорюсь? Конечно, конечно. Так вот, предположим, я китаец. Пожалуйста, можно так. И вот этот стакан стоит, здесь есть эти полосочки, здесь есть ваши бумажки, ручки и так далее. И вот, когда вы регистрируете движение моих глаз, и потом эта картинка выглядит так, вот эта вот картинка, а на ней где были мои фиксации глаз? Ладно, на что я смотрел. Да, а вы мне дали задачу, опиши стакан. Я его описываю. Так вот, вы увидите, что мой глаз фиксировал ручку, вот это, вот это, вот это, вот это. Стакан тоже. Но и это тоже. А потом вы просите то же самое сделать американца. Что вы видите на этой картинке? Что следующий американец будет фиксировать стакан. Ему сказали стакан смотреть, он стакан и смотрит. Вот здесь у него глаза, если и фиксируется, то очень мало. То есть, иначе говоря, товарищи... Да. Так просто иначе не можешь. Это честь свойства предмета, контекста. Вообще, для незападных культур очень важно отношение между объектами и между людьми. Вот эти вот отношения между ними, они играют огромное, очень большое значение. И поэтому они смотрят одни так, другие так. А теперь внимание, память. А теперь, если вы через несколько дней спросите у них и попросите описать эти картинки, то что вы получите? Те, которые смотрели на стаканчик, товарищи американцы, подробно и хорошо опишут вам стакан с деталями. А те, которые китайцы, опишут вам не только стакан, ну, может быть, менее подробно, но опишут еще всю ситуацию, в которой стакан находился. Да, там еще напротив сидела фекла, там и так далее. Да, да, да. Подождите, но что, они хуже запомнили стакан китайцы? А объем, или вы хотите сказать, что китайцы, условный, да, китайцы и условный американец, запомнили просто больше китайцев, чем американцев? Понимаете, понимаете, что значит хорошо или плохо стакан? У них были разные задачи запоминания. У товарища американца была задача описать стакан. А у этого в задачи описания стакана входит описание не просто самого стакана, а соотношение стакана с другими объектами. Я понимаю, что с тем, кто спрашивает. Да, но я вас спрашиваю, это разный подход или к тому же и разный объем памяти занимает? На этот вопрос я ответить не могу. Я думаю, никто не может. Да, это очень сложный вопрос. Вот, и теперь относительно... Но это важный вопрос в контексте того, что мы говорили. Но это, кстати, можно измерить. Просто этого, я думаю, не делали. Я думаю, очень сложно сформулировать задачу так, чтобы это можно было поменять. Потому что объем памяти, в общем, если ты имеешь дело с набором символов, например, это расплюнуть. А здесь, ты пойди посчитай. Для того, чтобы его посчитать, надо сначала знать, какие части значимые. Да, да, это шло... Это субъективная вещь. Так что я сказал, что я не могу сказать, потому что я даже не понимаю, как это можно сделать. Это не такая простая задача. Объем легко посчитать, когда вы мне даете 10 символов запомнить, да, и сколько я из них запомнил. А здесь количество символов и количество значимых объектов для китайцев, а для американцев, оно будет разным просто. И еще индивидуально. А может, и еще индивидуально. Хорошо. А хотел, Татьяна Владимировна, или вы... Вот я просто слышала, кто-то из вас сказал, объяснить почему. Связано ли это, скажем, с какой-то культурной основой, например, с тем, что китайцы пишут иероглифами, и это значит другое, в принципе, тип восприятия. Это более визуальная культура. И это тоже, и не только более визуальная, хотя, ну, я не знаю этих языков, но специалисты говорят, что иероглиф тоже раскладывается там на разные части, но все-таки он считывается как картинка. Он не считывается так, да, так как мы, ну, вот наши линейные языки, там, А плюс Б плюс С плюс Е плюс Д, а только потом получится смысл, а у него это целиком, вот стакан как бы. То есть это цельное, это другой тип вообще переработки информации. Я, знаете, приведу вам пример, который у меня свежий. Я позавчера приехала из Вены, из конгресса психологического, и там страшный, ну, удручающий пример приводили. Как раз кросс-культурная тема обсуждалась. Задается вопрос представителям разных культур. Вот вы приходите, подъезжаете к дому, к вашему, и дом горит. В этом доме, да, в этом доме находится ваш партнер, как они теперь, как принято говорить, ваш партнер и ваша мать. Вы можете вытащить оттуда только одного человека. Ну, чудовищные вопросы, мы знаем, в психологии такие вопросы есть. Что вы будете делать? Страшный процент. Значит, больше 80% западных людей, и американцев, и не только американцев, западных, ответили, что они вытащат партнера. То есть они бросают, мать там. Китайцы, тайваньцы, ну, короче, индийцы давали противоположный ответ. Вот что хочешь с этим, то и делай. Это не был срез социальный, это был срез только культурный. Но, а потом мы там даже кофе пили, и я стала эту историю кому-то пересказывать, кто не был на этом заседании. Это оказался-таки, по-моему, немец. Вот, и я говорю, ну вот вы, кого бы вы выбрали? Он говорит, естественно, партнера, потому что это мой личный выбор. Там, знаете, какая трактовка была? Была трактовка такая, что западный человек делает такого типа выборы, потому что для него личность, индивидуальность перекрывает все остальные ценности. Это мое решение, это моя ответственность, это мой выбор. Мать – это прошлое, они прямо так и говорят. Мать – это прошлое, мы перешагиваем. А партнер – это мой выбор на жизнь. На это там был островомный человек рядом со мной сидел, он сказал, делов-то как бы можно партнера и поменять. Сегодня один партнер, а завтра другой партнер, как бы чего вы суетитесь? Нет, ну я не хочу это в шутку превращать, но надо сказать, что меня это просто потрясло. Процент гигантский. Какая мотивация у людей восточной культуры? Общество, социум, общество в широком смысле важнее индивидуума. Государство важнее членов государства. Семья важнее членов семьи. Общая культура и сохранение Китая важнее сохранения любого количества китайцев. Хорошо, тогда надо срочно проводить такой же страшный опрос в России, потому что у нас есть... А Россия попадет во вторую часть? Восточную? Да. Ну вот, Александр, пусть скажи. Знаете что, да, Россия будет, безусловно, не западная культура, она, безусловно, будет ближе к китайской, но, тем не менее, вот если я изображу по определенным критериям, сейчас не хочу входить в детали, если я изображу вот эту вот критерию, предположим, это Соединенные Штаты, вот где-нибудь вот так будет Россия, а где-нибудь вот так будет Китай. То есть Россия будет между ними, но ближе к Китаю. К условному Китаю, к условному Восточному, да. Ну, а, как правило, в кросс-культурных исследованиях они берут для исследований китайцев. Вот. И вообще Юго-Восточную Азию берут. Я бы хотел сказать, вот то, что известно относительно разницы типа мышления, как они объясняют, и мне кажется, это более-менее логичная вещь. С чем связан этот разный тип мышления? Он связан с, первое, география и экология, и второе, экономика и что они делают в этой области, и третье, это ментальность, которая связана с географией, с экономикой и что они делают. А гены? Что, ну, гены уж само собой. Это нам само собой, а зрителям нашим не само собой. Вот. Потому что существует генкультурная экоэволюция, то есть, в общем, геном отбирается в соответствии с типом культурного поведения, грубо говоря, если уж совсем грубо, культура отбирает геномы. И та или иная культура зависит от экологии. А это зависит от экологии, экономика. Что я имею в виду? Экологию мы не имеем в виду, там, чистоту окружающего. Нет. А какой мир? Нет. Какой мир? Какой мир? Лес, скажем, или вода? Рис или пшеница? Вот интересная вещь. Помнишь эти? Буквально, сейчас я об этом скажу, да. Или город. Буквально были проведены эксперименты, в котором погоду и климатические условия связывались с типом экономики, которая в стране существует. И оказалась мощнейшая корреляция погодных условий и типа экономики. А тип экономики связан с ментальностью. Что я имею в виду? Вот существуют типы экономики конкурентные, и существуют типы экономики больше кооперативные и распределительные. Как вы догадываетесь, тип экономики более распределительный – это наша страна. Тип экономики более горизонтной, да, и еще вертикальное администрирование. А там, где горизонтальное администрирование, там, где высокая конкуренция, там, где нераспределительный тип – это западная культура. И этим культурам свойственны разные типы ментальности. В одном случае в большей степени холистические типы, в другом аналитические типы. В одном случае это индивидуалистские культуры, в другом случае это коллективистские культуры. Я хочу подчеркнуть, что разные типы описания, когда мы смотрим глазами на людей, смотрим глазами на экономики, на культуры, мы смотрим на одну и ту же реальность. Как на слона, и описываем ее с разных сторон. Они все связаны. И связаны они вот таким образом. Вот Татьяна Владимировна сейчас правильно напомнила, существуют блестящие данные. Например, Китаяма. Берем один и тот же Китай. Китаяма – это очень известный учебник. Это один из наиболее известных кросс-культурных, межкультурных учебников. Который, кстати, изучает ее очень грамотно, начиная от генов и кончая экономикой. Вот он, кстати, там в Вене был, я его видела. Просто это блестящая работа. Кто по национальности? Он работает в Соединенных Штатах, но он японец. И он изучал в Китае, это те самые китайцы. И там есть районы, где выращивают рис, а теперь внимание. Там, где выращивают рис, там нужна коллективная работа. Куча народу вместе, его полют и так далее. И регионы Китая, где выращивают пшеницу. И там, где выращивают пшеницу, там один комбайнер работает. И там, значит, ну, в общем, практически это одиночная работа. И вы сразу можете догадаться, где более холистичный тип ментальности, и где более аналитичный западный тип ментальности. Одни и те же китайцы дают прозападный тип ментальности в пшеничных областях. И коллективистские незападные типы ментальности там, где выращивают рис. То же самое будет, если вы сравните в Турции пастухов, которые пасут стада по одному. И, кстати, их семьи. И тех, которые живут в рыболовецких деревнях, где рыбу ловят коллективами. Вы найдете холистическое мышление у рыбаков и аналитическое мышление у... То есть здесь непонятно, что первично. Профессии или регион. То есть здесь все вместе. Это курица с яйтем опять. Да, да, да. Я хочу, Вадим Леонидович, тоже вернуть к нашей беседе. Наверняка у вас есть много всего сказать относительно тех идей, которые были высказаны. Ну, мне вот идея, которую говорил Юрий Иванович, очень интересна. И не было, конечно, вопросов, Юрий Иванович, а вот при приезде в другую культуру, то есть человек, получается, что он теряет свои способности взаимодействовать. Вот вы говорите, японец приехал в США. Японец, я понимаю, это изначально был холист, наверное, такой вот. А приехал тот район, где, вообще говоря, аналитический тип мышления. И его взаимодействие с другими уровнями культурами, это перестройка, то его типа мышления, постройка или... Это дает, наверное, только еще лучший результат сочетания. Я вопрос понял. Это блестящий вопрос, и прекрасные данные на эту тему существуют. Когда берут всяких испаноязычных и там латиноамериканцев, которые приезжают, ну и, может быть, даже и китайцев тоже, которые приезжают в США. США – это гипераналитическая, гипериндивидуалистская культура, самая индивидуалистская в мире. Вот, они находятся на вот этой части континуума. Где-нибудь здесь Юго-Восточная Азия, где-нибудь здесь мы. Ну вот, так еще одну, кстати говоря, страшно важную вещь сказать, что люди, которые мыслят холистически, они лучше решают холистические задачи. А те, которые мыслят аналитически, они лучше решают аналитические задачи. И при этом у них по-разному работает мозг. Когда холисты решают аналитическую задачу, у них там все взрывается. Когда они решают холистическую задачу, у них мозг работает значительно более спокойно. Потому что это привычный мозг. Это родная задача. То есть приспособленные... Присмотрите, вот приезжают эти товарищи в США, и существует такой индекс оккультурации. Это буквально количественное выражение вписанности в культуру. И вот, представь себе график. По одной оси индекса оккультурации, а по другой активность мозга при решении чужеродной аналитической задачи. И с ней происходит вот что. То есть вместе с индексом оккультурации падает активность при решении чуждой задачи. И другими словами, она становится более родной. Да, то есть идет перестройка всех раненых мозгов. Это какой-то такой очень ожидаемый график, что чем больше я живу в этой стране, тем труднее мне... Это чем-то легче мне окажутся те задачи, которые... Совершенно верно. В определенной степени вы вписываетесь. Ну а те, кстати, отчасти... Ой, да, извините. Тогда получается, Юрий Ильич, что мы друг друга хорошо понимаем, потому что у нас один тип мышления, мы все русские, и на какое-то слово произнесенное представители своей нации мы друг друга можем понять. Но как только мы приезжаем в другую культуру, или другая культура приезжает к нам, им трудно с нами найти общий язык, потому что мы ближе, допустим, вот дальше от Запада, от аналитического типа мышления, допустим, западники, и можно... Слушайте, ну я с этим соглашусь, даже не будучи не только нейробиологом, а просто, мне кажется, вы говорите, ну, такой очевидный штук. Вы имеете в виду, что подтверждает ли это биология? Да, нет. Что есть ли подтверждение этому просто в конкретном мозговой деятельности? Вадим имеет взаимопонимание. 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 И как только мы научимся друг друга понимать, потому что во многих ситуациях мы просто не понимаем. То есть, возможно, на государственном уровне, на уровне стран. Мы не понимаем, потому что у нас реально разный тип мышления. Да, у них свой тип мышления, у нас свой. А мы смотрим на интересные статаны. Мы пытаемся подложить биологическую, какую-то научную базу под идею мультикультурализма, от которой уже начинают отказываться Европы. Да, но надо учесть, что даже в нашей стране, это не то, что у нас тут все холисты. Это континуум. Вот здесь максимум холизма, здесь аналитизм, а мы распределяемся вот так. Вот. Но я хочу одну вещь сказать, что вот то, что ты рассказывала сейчас про это, меня, например, поразило. Я вообще знаю эти работы, ну, эту область хорошо знаю. Но то, что ты рассказала, это очень эмоционально. Нет, ну, так и было. Причем там, более того, там было, поскольку это пленарное большое выступление, там было обращение к залу. Он говорит, ну, а там 75 стран участвовало, так что очень такое мульти... Что сголосовали? Кого вытаскивают? И большинство, то есть было, я не знаю, пять рук, включая мою, которые проголосовали за то, что вытаскиваем мать. Ну, конечно. Большинство голосовало... Я даже не знаю, что сказать. Во-первых, конечно, это ужасное слово партнер, а человека по имени партнер вообще не хочется вытаскивать никак. Вот он-то и делал. Если сказать... Очень горает на второе. Да, да. Но если сказать что-то более понятное, муж или жена, то уже... Ну, это вот к тому, о чем говорит Владимир Леонидович как раз, что вот ты говоришь... Меня поразило это количество. Я, знаете, хочу... Я в ужасе. А ведь мы бы друг друга поняли лучше, потому что там более-менее ясно, кого спасать. Да, нам ясно, что так поступить, и поэтому мы можем понять, и только тогда, когда мы живем вот в этом соцсуме, нам очень трудно договариваться, потому что разные ценности, и только видим из-за этого. Вы хотели что-то спросить. Я не знаю, кого вытаскивать, потому что, например, там жена, это одновременно мать твоих детей. Нет, это же детям мать... Это страшный вопрос. Нет, просто вы так говорите, очевидно, понятно, кого вытаскивать. Мне непонятно, кого вытаскивать. Я вот что хотела. Немножко вернуться к памяти и спросить. Вот есть эти знаменитые, которых вы тоже все изучаете, люди-саванты, да, которые от латинского знать, которые могут запомнить, не знаю, 67 тысяч последовательностей, там, 67 тысяч знаков. И вот когда мы говорим о культуре, как о... Ну, просто на самом деле это некий набор информации, и соотношение этой информации... Культура — это и есть память. Да, культура — это и есть память, да. То как... Вот как это структурирование памяти отличается в разных культурах? Есть люди, и я думаю, что культуры, но тут я бы жизнь не отдала за это, которые больше склонны к механическому запоминанию разного рода информации. Вот у меня даже там часть друзей есть, которые помнят, в каком... Когда было там 17 ноября, я не знаю, там, 49-го года, какой это был день недели. Это, во-первых, это не признаки здоровья, это точно. Это патологическая... Да, это патологическая память, это ненормально. Другой вопрос, как к этому относиться, потому что не признаками здоровья является любая гениальность, как выход за пределы нормы. Так что это вопрос, как посмотреть. Но есть люди, которые... Я, например, к их числу отношусь, которые вот эти вот ряды чего-то запомнить вообще не могут. Но об этом и классическая психология ведь говорит. Речь же идёт о... Когда проверяют память об экологичности эксперимента. То есть не надо запоминать цифры, надо запоминать слова, к примеру. То есть чтобы смыслы у вас вложились. Кстати, из этих савантов... Ну, или, может быть, он не савант, помнишь, Шерешевский был, о котором Лурия писал? Нет, сижу, я сейчас про него и думаю. А, ну, да. Вот, он же, он интересно запоминал. Он говорит, когда вот эти цифры он перемножал там дикие, что он идёт мимо некого забора, какого-то забора. И там цвета, скажем, жёлтый, жёлтый, синий, жёлтый, жёлтый, синий. Вот он и перемножил, и говорит, 3868. Вот, Тань, можно я это прокомментировать? Это сейчас сказано вещь фантастической важности. И поэтому я и вспоминал этого Шерешевского вместе с тобой. Речь вот идёт о чём. Что этот человек мог запомнить новое и вообще сформировать новую память, грубо говоря, привязав её к тому, что есть. То есть наша новая память... Это то, о чём вы говорили, что новое ложится на какие-то модели, которые уже есть. Это надо, чтобы человек видел забор, и вообще как бы забор для него был освоенным, грубо говоря. И вот здесь, надо сказать, две мощных вещи. Что, во-первых, когда мы формируем что-то новое, то это новое не просто кладётся в шкаф рядом, а оно вписывается в то, что уже есть. Поэтому от того, что уже есть, зависит то, хорошо или плохо вы это запомните. Это первое. А второе, что может быть даже ещё важнее и интереснее, что когда вы запоминаете что-то новое, то у вас память меняется не только потому, что тут прибавляется это новое, а ещё и потому, что старое меняется. То есть эта память динамична, она плывёт. Это не шкаф. То есть в вашем шкафе... Ну, это если взять аналогию со шкафом, то это так. Представьте себе, что ваши вещи, которые лежат в шкафу, меняются каждый раз, когда вы вкладываете туда новую вещь. Причём меняются они все, в большей или меньшей степени. Да, это правда. Вот примерно такой шкаф – наша память. В этом смысле китайский подход правильный. Значит, не только стаканы. А скажите, пожалуйста, вот тогда вот этот шкаф, у него есть определённый объём? Или, например, наоборот, чем больше у меня слоёв вещей в этом шкафу, тем больше я могу запомнить просто как бы на тренированность. Ведь эти саванты говорят, что вообще ничего, мы обычные люди, мы три недели тренировались, и теперь мы можем 67 тысяч знаков запомнить. Ну, как правило, они действительно тренируются, потому что вот Шершевскин обладал таким явлением, как синестезия. Это известная вещь, когда у нас мы рождаемся, то у нас происходит отмирание нервных клеток определённого количества, чтобы вот эффекта, когда я говорю у других людей, при этом кроме слов, которые я говорю, они услышали, не возникали образные явления, там, вкусовые ощущения горькости, или сладости, или там, визуальный образ, там, цвета, о чём говорил Татьяна Владимировна, или это будут какие-то слуховые вещи, там, нота до или си, там, будет звучать на мои слова. Всё вот это, если это звучит, то явление синестезии, это говорит о том, что те клетки нервные, которые у нас специфичные должны обрабатывать, либо зрительные образы, либо слуховые образы, связь между ними не пропала, и в тех зонах ассоциативных она осталась. И поэтому на любую внешнюю информацию рождается много-много сразу сенсорных ощущений. Разных. Разных. Разные модальности. Ну, например, литература вся на этом и построена, правда? Практически, да. И тогда... Основанный механизм. Да, и тогда, когда, видите, люди, обладая вот этой огромной памятью, потому что у них огромный мультисенсорный вход от любой информации, которую они получают. И на основании вот этой информации, о чём говорил Юрёсич, мы извлекаем опыт предыдущий, перезаписываем, но перезаписываем не на одной модальности, а сразу на многих. Если нам нужно что-то потом воспроизвести, у нас есть дополнительные функции или дополнительные связи, с помощью которых мы можем именно эту информацию вытащить. Много-много различных входов туда. И второй момент, чем они, конечно, пользуются, это, да, вот самое простое, что сделать, это визуальный ряд. Потому что 70% информации входит через глаза. И нам можно по ассоциациям на каждую цифру представить некий образ. И мы можем мыслить уже не цифрами, а образами. И тогда мы можем легко воспроизвести огромный временной ряд. Потому что образы мы легко картинку можем проигрывать. Для нас это привычно. 70% ещё раз это зрительная информация. Да, но вот эти люди с анестезией. Вы говорите про литературу. Если вспомнить просто, ну классическая история в поисках утраченного времени. Ведь с чего начинаются, как бы, эти его воспоминания невероятные? С того, что он в Париже, будучи взрослым человеком, пробует знаменитый пирожный, ну кексик такой, Мадленко. Запивает чаем липовым вкусным. И он вспоминает своё раннее детство, когда он жил в Камбре, где тётушка Леони пекла ему эти мадленки. И вот этим чудесным чаем поила. И он считался, как примерно в «Трёх сёстрах», что жизнь пропащая, скука, тоска, непереносимая в Париж, Париж. И вот он в Париже, в Париже. И тут оказалось, что рай-то был там, как любой рай потерянный. И вот этот просто вкус и запах этого чудесного чая потащил за собой огромный пласт воспоминаний. То есть это не физические вещи, не то, что 3, да ещё 4, 28, это пустое дело. Но не физические. Это и есть самые физические вещи. Почему запах всегда говорится, что он просто такой экспресс с каким-то невероятным воспоминанием? Это с точки зрения нейронов как-то изучено? Это известно, что они... Ну, Ерёвич... Ну, скажите, пожалуйста, Вадим. Известно, что запах, в принципе, идёт сразу на прямую связи. У нас любые сенсорные связи проходят такое... А там они путешествуют. У нас путешествуют, да. У нас любая сенсорная информация от рук, от ног, от глаз, от слуха идёт через такое переключающее ядро типа таламус. Это внутри нашего центрального отдела головного мозга. И дальше он уже переключает через таламус, он уже знает, какую кору... То есть там не прямая дорога? Да, куда эту информацию дальше переслать. Единственное исключение – запах. Мы можем почувствовать запах, увидеть картинку, и нам станет, что эта картинка плохая. Хотя мы не можем объяснить, почему, но можем уже внутри себя сказать, вот это плохо. Только по запаху, потому что сочетание эмоций, и мы можем отвергнуть эту картину. Хотя в егентину мы не можем сказать, почему. И это крайнейшее средство манипуляции. Это манипуляции, да. Понятно. Тогда скажите мне про запах, я поняла, а вот тогда про эмоции. Эмоции у всех людей, принадлежащих разным культурам, более-менее одинаковы, да? Это Александр. И тогда, если эмоции так прямо связаны с памятью, то как это ложится на всю ту структуру, которую вы сейчас объясняли? Экология, профессия... Я скажу, как ложится. Значит, вот я сейчас дам немножко другое объяснение, другое не в смысле противоположное или конкурирующее, а просто немножко с другой стороны. Дело в том, что вот запахи, и, кстати говоря, слова, которые имеют отношение к запахам, они относятся к более старому опыту, к более древнему, формирующемуся, формирующемуся, на более ранних этапах нашего развития памяти. Формировавшемуся. Формировавшемуся, да. На более ранних этапах нашего развития. Дальше мы уже выяснили, что наш опыт формируется вот так. Это, потом вот это, потом вот это и так далее. То есть этот обонятельный опыт, он вот здесь. Он в самом основании вообще вот этих пирамид нашей памяти. Поэтому, когда вы адресуетесь к обонянию, вы адресуетесь сразу к большим очень кускам опыта. И можете привести... Это проопыт. Да, это проопыт, который связан со всем остальным. И он связан не только с этим. А вот тут получены недавно данные, фантастически интересные, я даже подпрыгнул. Влияние запахов на принятие моральных решений. О, здорово. Да. А почему? Вот мы, например, знаем, что моральные решения, они связаны с очень древними системами. Это тоже... Мораль, она, конечно, развивается в обществе, но это вообще отдельный разговор с моралью, с совестью. Но, в общем, это связано с довольно древними, интуитивными вещами. Это отдельная тема, которую надо обсудить. Это очень интересно, что это очень... У нас есть, кстати, работы по формированию морали у детей и так далее. Как это сейчас актуально? Как это нужно многим людям, которые принимают решения? Не знаю как, может быть, исходя из запахов. К формированию отношений свой-чужой и к тому, как отношение свой-чужой меняется в стрессовых условиях. Когда в стране стресс, например. Слушайте, это ужасно интересно, но мне хочется, чтобы мы завершили... Так вот почему обоняние действует на принятие моральных решений? Потому что оно адресовано вот сюда, к самым основаниям, к интуитивным вообще нашего опыта. То есть, да... Чем надо брызгать, чтобы были люди нравственные? И вот теперь эмоции. Это я шел к вашему вопросу. А эмоции тоже характеризует вот это вот древнее дробление. Потому что вот наши когниции, то, что называется сознанием, когниции, они характеризуют очень дробный опыт. Детали всякие и так далее, рациональные решения. А эмоции характеризует деление хорошо-плохо, люблю-не люблю, нравится-не нравится. И оно тоже лежит вот здесь. Поэтому эмоции, запахи, мораль, все лежит вот здесь. То есть это базовые вещи? В этом основе, это базовые вещи. Маму вытаскивать или... Маму вытаскивать, да. Потому что вы в этой культуре начинаете... Понимаете, с мамой вот какая штука. Нет, я не настаиваю на возвращение к маме. Это просто... Не, мне очень интересно. Ну ладно, давайте еще... Я хотела еще вот что успеть спросить. Вопрос задает Анна Андреевна Ахматова. Она говорила, мы вспоминаем не то, что было, а то, что мы уже когда-то вспоминали. О, вот это очень, кстати, серьезный вопрос. Что вы думаете об этом, Татьяна Владимировна? Я думаю об этом в продолжении того, что Юрий Васильевич говорил. Мне очень понравился образ со шкафом, которым все время все меняется, как только вы туда влезаете. И я бы даже еще добавила в ответ на ваш вопрос, его объем растет по мере наполнения. То есть это не то, что вот он такой, и что поместилось, то поместилось. Нет, наоборот, он распухает. Резиновый шкаф, который... Да, теперь отвечаю Ахматовой. И ничто там... Это постоянно меняющаяся динамическая ситуация. Нам как в одну и ту же реку, согласно древним словам, невозможно войти дважды. Так же дважды нельзя вспомнить один и тот же объект. Даже этот стакан я уже никогда не смогу себе вообразить, иначе как вот в этом контексте. То есть, предположим, это мой любимый стакан, с которым я каждый день имею дело. Но раз он уже попал в разговор, раз на него наслоилось вот все контекстное, что наслоилось, это значит, что я тот стакан уже вспомнить не могу. Поэтому Ахматова, как всякий гениальный творец, она в самую точку и взглянула. Как ты вынешь этот первый опыт? Совершенно точно. Его вынуть нельзя. Мы память не извлекаем, а реконструируем. Да. И когда мы ее реконструируем, она остается реконструированной по последнему разу. Да, то есть, понимаете, это вы как бы файл, если так современным языком говорить, переписываете все время новый файл. Вы не сохраняете старое название. Но это не тот файл, а это все время какие-то модифицированные. Да. Какие-то фильтры на него все время накладывают. Кстати говоря, для пропаганды очень интересная вещь, если кого интересует пропаганда. Значит, оказывается, что вот были такие эксперименты, что люди видели, группа людей видела определенное событие. А потом с частью этих людей проводят беседы, где говорят об этом событии совершенно противоположные вещи тому, что они реально видели. А другим с другим ведут нейтральные беседы. А потом опрашивают и ту, и другую группу через некоторое время. А ну-ка расскажите, что было. И те, с которыми вели ориентирующие беседы, рассказывают о событии, свидетелем, которыми они были, совершенно другие вещи. По сравнению с тем, что реально было. То, что им внушили, фактически. Практически то, что им внушили. И считать, что это их воспоминания. Да, абсолютно. Они абсолютно уверены, они не врут. То есть, они реконструировали свою память. Я даже думаю, что если бы фиксировали мозговую активность, которая ловит вранье, мы знаем, что есть такие методы, то они бы не зафиксировали вранье, потому что это не вранье. Это не ложь. Нет, нет. Это просто им навязание. То есть, это ложь, но с точки зрения человека, он считает, что он говорит правду. Да. Нет, это ложь из внешнего мира. Нет, он не лжет. Он рассказывает то, что якобы видел. Якобы видел. Он об этом уже уверен. Да. Вадим, вы хотели добавить. Ну, по поводу перезаписи, я хотел только сказать, что вот это явно еще проблема лежит с забыванием. Раз уж мы поднимали вопрос про память, есть проблема с забыванием, как забыть химные события. Вот Шершевского, о котором мы упоминали, у него была проблема в том, что он не мог забыть эти бесконечные ряды цифр, которые ему давали экспериментаторы. И он пытался найти способ от этого избавиться. И единственный способ, который он нашел, ну это как? Он записывал эти цифры, вот как Юрьевич говорил, актуализировал этот опыт из памяти, потом брал эту бумажку, сжигал, и где-то внутри головного мозга у него переключался новый опыт, что эта информация исчезла. И он реально это забывал. Это единственный способ, как он попытался. А можно забыть что-то осознанно? Вот можно не думать о белообезьяне? О белообезьяне. Ну, это вот как и говорила Татьяна Владимировна Юрьевич, что надо вызвать эту память и перезаписать ее совершенно с другими ассоциациями. Я думаю, это и есть работа ненавистных мне психоаналистов. Да, тогда вы забудете. Я думаю, что можно сделать так, что ты не будешь эту память извлекать, но вычеркнуть память нельзя. И даже если вы перестанете... Вы можете потерять ключ от этой комнаты, но комнату смести нельзя. Смотрите опять на картинку, которую я показывал. Вот оно. И вы можете перестать это вспоминать. Но вы будете все новое, что делать, и то, что вы будете вспоминать, вы будете вспоминать в связи с тем, что вы не помните. Я бы сказал так. То есть этот кусок, он навсегда остался то, что... То есть мина замедленного действия лежит? Грубо говоря, да. То есть даже то, что вы... Поэтому вы не любите психоаналитиков? Простите. Да, я их не подпущу близко. Но психоаналитиков... А в чем проблема? Простите, что мы вас перевели. Просто тут такая тема. Пахла. Нет, ну я не люблю... Это, кстати, вредно для мозга вот такие вещи. Давайте это проработаем. Нет, я не думаю, что это вредно для мозга. Но это личные у каждого вещи. Я не хотела бы, чтобы манипулировали моим сознанием и подсознанием другие люди, нежели я сама. Ну, так что это вопрос личного, просто... Я не подпущу этих людей к себе. Но при этом манипулировать... Я не покажу никакие части стакана. Ну, хорошо, но других врачей вы подпускаете. Они имеют право, я не знаю, чинить ваши зубы, глаза. Но коленка и палец, это не то, что вот этот весь... В психоаналитику приходят люди, которые пробуют сами с собой что-нибудь сделать, а не в отчаянии у них не... Они приходят, помоги. Нет, это верно. Понимаешь, так что... Это серьезно? Просто, видимо, у вас нет проблем. Да, сама справляется. Не ругай психоаналитику. Нет, нет, ну я... Это полушуточно было. Я, разумеется, они приносят огромную пользу людям, с которыми ничего сделать нельзя. Ведь нет таблетки такой, где, знаете, как у Алисы будет написано, выпей меня и... Ее нет. Это таблетка, в данном случае разговор. Понятно, что они делают. Поскольку ничего убрать нельзя, а у вас в голове куча всего, и в том числе куски, которые противоречат друг другу, и вы из-за этого мучаетесь, вы не можете устранить это противоречие. И вы приходите к людям, а они методом тыка начинают... Ну, у них есть опыты, они, ну, знаете, как хорошие ремесленники. Они, в общем, знают, что если делать так, то будет хорошо. И они начинают помогать вам согласовать эти куски. Вот что они делают. Они ничего вычеркнуть не могут. Они могут создать новое. Они могут притушить... А, перезаписать файл в каком-то более гармоничном... Есть одна такая штука. Вот если вы чему-то учитесь, а потом вам надо перестать это делать. Вычеркнуть. Такого нет. Так вот, чтобы вычеркнуть, нужна новая память. То есть забывание – это по существу новая память, формирование нового куска. Исходя из того, что вы говорите, память бесконечно человеческая? Я уверена, что да. А вы что думаете о нем? Ну, я думаю, что она все-таки, наверное, ограничена тем, конечно, нейронов, которые у нас есть. Ну, а жизнью она ограничена. Жизнь ограничена, да. Если мы говорим вообще про память и объем памяти, то мы, наверное, оценить очень сложно, потому что мы не знаем, что такое сознательная и бессознательная ее обработка. И то, что мы сейчас говорим, вообще-то говоря, все наши слова формулируют не сиюминутно, а формулируют наш главный мозг, который уже выдает готовые фразы. И то, что я сейчас вам рассказываю, это не то, что я сейчас вот думаю, прям вот это слово я скажу. Я говорю спокойно, и над каждым словом я не задумываюсь. Оно выходит произвольно. Значит, у нас идет огромная работа подсознания. Как она формирует наши вот эти информационные потоки, как она, вот что она выдает на сознательный уровень. Это, вообще говоря, пока немножко темная материя. Мы только можем... Не немножко. Да, ну, темная материя, да. Поэтому в том плане, когда мы говорим объем памяти, наверное, трудно сказать. Это, наверное, действительно ограничена жизнь. Но можем сказать, сколько информации входит в главный мозг, потому что это легко оценить. Это опыт Иваницкого, когда дают какое-нибудь слово, мы его пытаемся запомнить, и дают дальше огромную стучку глаза. И если между вот этими временами момента примерно меньше, чем 100 миллисекунд промежуток, то мы это слово уже не запомнили. То есть, таким образом, чтобы запомнить информацию, нам нужны... Мозг работает квантом. Он снимает квант, запоминает информацию. Снял, воспринимает информацию, запоминает информацию. Вот эти 100 миллисекунд или 80 миллисекунд, это, видимо, то необходимое кусок, чтобы обработать то, что мы получили. А жизнь я бы за это не отдала. Ну, мне так кажется. А если вы возьмёте количество лет, поделите на эти 100 миллисекунд, вы можете примерно оценить, какой объём информации внутри нас может войти. Только в каждого входит по-разному. В американцы просто стакан, а в китайцы гораздо больше. У нас буквально минутка осталась. Так что вы хотели про маму спросить? Если сказать совсем быстро, то происходит вот что. Совесть, честность, справедливость есть у всех. И она есть, она существует так же, как врождённая грамматика. А в культуре по-чёмскому. То есть, иначе говоря, ну, предъязык, который вы можете освоить. Чёмский это хомский? Угу. Да. Вот. Александров пижон. И вот это вот ты говоришь прилюдно. Да. Ну так вот. И посмотрите, это у нас есть у всех. То есть, мы справедливы, мы жертвенные и так далее, и так далее. Что делает культура? Да. Вот это, мне кажется, дико важно. Культура ограничивает список. То есть, культура говорит нас о том, в зависимости от того, в какой нише культурной я нахожусь, в какой стране, какой строй в этой стране, какая пропаганда. Культура говорит, да, конечно, ты должен быть справедлив и жертвенен по отношению к этим. А к этим нет. То есть, вообще, на самом деле, культура... Система ограничений. Культура – это список, по которому ты действуешь морально. То есть, вот есть пример. А если мы были бескультурные, то мы бы были более моральными. Есть прекрасная книжка. Она называется «Совесть нацистов». Это книжка про то, что это ужасно моральные и совестливые люди. Но их мораль и совесть, она распространялась на определенных людей, на немцев. А вот те, которые как крысы, низшие расы, да еще и поганые какие-то, вот к ним не относится мораль. Но примерно так же, как у вас не относятся к змеек, лягушке и так далее. То есть, иначе говоря, соответствующие культуры, они дают списки. Вот это. Да, и мне совершенно очевидно, что надо делать отдельный разговор про мораль, совесть. Да, это точно. И так, давайте это делаем. Пожалуйста, Татьяна Владимировна. Был такой чудесный человек, Война Исенецкий. Он был нейрохирург одновременно с этим. Он был архиепископ Лука. И он чудесную вещь сказал, между прочим, следователю своему. Он сказал, сколько сделал я операций на мозге, ни разу не видел там ума. И совести, впрочем, не видел. Это очень интересное замечание, потому что это говорит о... Ну, может быть, в качестве финала такого. Это говорит о чрезвычайной важности культуры. Потому что есть, конечно, эти базовые вещи, как правильно было сказано, которые здесь лежат. Да, но все остальное формирует... Это потенции некие. Это вот некий такой фон. Все остальное формируется культурой. А сколько бы вы не искали нейроны или связи этих нейронов, именно ума и совести там увидеть нельзя. Это не область нейробиологии. Не знаю, вы меня прокляли? Нет, мы вас не прокляли, и мы вас благодарим. Я благодарю Татьяну Владимировну Черниговскую, профессора Санкт-Петербургского государственного университета. Я благодарю Вадима Леонидовича Ушакова, нейробиолога, ведущего научного сотрудника лаборатории в Курчатовском институте. Я благодарю Юрию Асичу Александрову, психолога, нейрофизиолога. Спасибо большое, друзья. Я вынуждена закончить нашу беседу. Мне очень интересно, что мы говорили о таких разных вещах. Но, конечно, когда берешь такую тему, как память, и как память и культура, тут уж понятно, что широта взглядов, она естественная. Интересно, что вы запомните из этого разговора. Давайте скажем, как вы говорили про пропаганду. Разговор был очень интересный, очень содержательный и важный. Пожалуйста, так его и запомните. Всего доброго.